Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Продолжаю разговор на тему, чем можно заменить минеральные удобрения, то есть вот эту фабричную агрохимию, какие натуральные природные препараты можно вместо нее употреблять при посадке, при выращивании наших растений. Только что я рассказывала о рыбной муке, которой многие опытные огородники с успехом и на протяжении долгого времени уже заменяют все фосфорные удобрения. Вот, например, весной вместо суперфосфата добавляют в луночки костную муку. Костную, рыбную, фосфорную, разные есть варианты. Сейчас хочу рассказать вам о удобрении, но это я не назову удобрение, еще и как инсектицид от вредителей табазол. Вот если табачная пыль у нас используется только больше всего для отпугивания животных, то табазол, который состоит из табака, из такого же, изолы, то есть вот табачная пыль изола, то она уже работает в двух направлениях. Это, вот видите, написано, это биопрепарат для посадки и подкормок, и это и удобрение два в одном, и инсектицид. Сейчас я познакомлю вас с свойствами этого препарата, и сейчас вот именно, когда мы высаживаем, садим лук, все остальное, капусту, его в это время уже нужно добавлять в лунки, в вредки, как удобрение и как мера борьбы с вредителями. Вот считаем, биологическое удобрение и инсектицид. Табазол действует в двух направлениях. Первое направление применяется как природный инсектицид для борьбы с садово-огородными вредителями, то есть, если вы не хотите использовать вот эти агрохимию, препараты для борьбы с насекомыми, потом впоследствии, в течение лета, то можете сейчас применить вот этот табазол во время высадки наших растений в грунт. И второе направление применяется как зольное удобрение, то есть, вот видите, тут написано фосфор, калий, то есть, вот, если вы не хотите добавлять фосфорные, калийные, фабричные удобрения, при использовании вот этого табазола вы добавите в землю и калий, и фосфор, и немножко азота, но очень мало. Табазол – это зольно-табачная пыль. Применяется как отпугивающий инсектицид для борьбы с садово-огородными вредителями. Табачная пыль содержит никотин, который губителен для большинства листогрызущих и сосущих вредителей. Разные виды тлей, трипсов, молодых гусениц. Азола не только усиливает действие никотина на вредителей сада, но является прекрасным зольным удобрением, содержащим калий, кальций, фосфор и другие микроэлементы, улучшающие питание растения. Наибольший эффект применения наблюдается при выращивании капусты, редиса, моркови и других овощных культур. Табазол можно использовать в течение всего садово-огородного сезона, а также для комнатных растений. Меры предосторожности я вам не буду, я покажу вот таблицу. Почему именно сейчас важна эта информация? Потому что сейчас высаживаем капусту при добавлении в лунки, тут где-то написано, предотвращает капусту от таких заболеваний, как чёрная ножка, кила, благоприятное внесение препарата для огурцов, кабачков, патиссон, лука и чеснока. Для лука очень важно, отпугивает луковую муху. Вот капуста, лук, это вот такое двойное действие, помогает нам, освобождает нас от летних вот этих обработок лука, чтобы вот это от капусты, от луковой мухи и от всего. Можно вот написано использовать, можно настоем, использовать при посадке. При посадке, как я уже говорила, в лунку норма внесения 1-2 столовые ложки в лунку при высадке рассады. Можно использовать настой потом, уже когда у вас будут расти растения. Я не буду всё подробно вам читать и удлинять, просто обратите внимание, если вы захотите, например, знать что-то подробнее об этом препарате Табазол для тех, кто хочет выращивать именно экологически чистые продукты, кто не хочет применять средства вот эти ядовитые для борьбы с вредителями, не хочет носить фабричные удобрения. Всё можно вполне очень легко заменить вот такими природными препаратами, экологически чистыми. Вот про Табазол кратко в нескольких словах я вам сказала. Я когда буду высаживать лук и капусту садить, если у меня будет возможность, я, конечно, постараюсь показать вам, как это делается, но это делается очень просто. При посадке капусты просто ложку столовую туда помещаете, в лунку, перемешиваете весь грунт и садите растения. При посадке лука просыпаются бороздки, потом садятся луковицы. Всё. Применение очень простое, но оно вас избавит от многих хлопот летом. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Разговор на тему, чем можно заменить агрохимию, на какие природные, натуральные препараты.